Доброго времени суток! Все самое интересное в одной программе в эфире Сити Лайф. Чтобы все знали. Итак, что может быть чудесней, чем юбилей? Да, конечно же, ничего. Первый десяток лет разменял накануне наш любимый, дорогой и, пожалуй, самый популярный бильярдный клуб «Волна». Поистине самое аристократичное событие. Были и удивительные угощения, и красивейшие танцы, и не менее красивые песни. В общем, настоящий юбилейный бал. Мои искренние поздравления, дорогая наша «Волна» и долгих вам лет службы во имя игры джентльменов. Я думаю, на десятом юбилейном балу бильярдного клуба «Волна» мой наряд будет как никогда кстати. Празднование круглой даты бильярдного клуба состоялось. На протяжении двух дней двери всеми любимого заведения не закрывались ни на минуту. Гостей встречала праздничная атмосфера, улыбки персонала и непередаваемое ощущение домашнего уюта. Этот клуб, он один из первых в нашем городе такого уровня и таких людей, которые сюда ходят. Это люди, которые влюблены в бильярд и уже годами в него и играют. И они всегда приходят к нам с хорошим настроением и уходят с этим настроением также от нас. У Николая Войтова сегодня двойной праздник. Ровно 10 лет назад, еще совсем в юном возрасте, он встал за маркерную стойку. Сначала для того, чтобы подзаработать. А спустя уже некоторое время понял, что бильярд для него это больше, чем работа. Да, я горд, что я верен одному и тому же заведению 10 лет подряд. Ну, я думаю, что руководство, начальство тоже этим гордятся. Вот что один и тот же человек работает 10 лет подряд в одном заведении. Ну, такое, на мой взгляд, редкость. То есть я как единственный представитель на всех профессиональных турнирах, я представляю бильярдных и упалных. Безусловно, самым лучшим подарком было то, что в этот значимый день собрались не только приглашенные гости и друзья. Алексей 10 лет назад был одним из первых и постоянных посетителей. Поэтому не мог пропустить такое мероприятие. Хочу поздравить это заведение и руководство с праздником. 10 лет это большой срок, тем более в таком городе, как Кемерово, это большой показатель, что развивается Кемерово, если взять 10 лет назад. Это первое заведение, в которое можно было ходить и отдыхать. Развитие самое главное этого заведения, заведению, спорту, бильярду. Юбилейный балл закончился далеко за полночь. Автопати или, как говорится, продолжение банкета прошло в ресторане «Волна», где с этого дня официально открывается сезон дискотек. Теперь стало еще больше поводов провести выходные на Томской 5. Нам 10 лет, мы рады, мы рады всем нашим гостям, нашим постоянным гостям, нашим гостям города, спортсменам. Всем большое спасибо, что вы 10 лет с нами, мы очень рады вам и всегда ждем гостей. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше. Как только слышу я эти строчки, я невольно становлюсь рэпером до мозга костей и возвращаюсь в далекие деньки, когда распевал все песни любимой группы наизусть. Совсем недавно легендарная группа «Каста» посетила и наш город в рамках тура по Сибири и Уралу. Ну а для тех, кто пропустил специальный сюжет, приготовила моя коллега Юлия Костина. Это уральский тур, это сибирский тур, наш самолет уже готов набрать высоту. Туда, где дети весной лепят снеговика, туда на Урал, туда к сибирикам. Всем известные и любимые Хамиль, Змей, Влади и Шим. Каждый участник группы уникальный и сильный исполнитель со своим стилем и речитативом. Трудно поверить, но группе уже больше десяти лет. Ни одно поколение выросло на их синглах. Свой гастрольный тур по стране самая популярная рэп-группа начала в Кемерове. Андрей, знаете, что хотелось еще спросить? А что вы сегодня подготовили для своих многочисленных кемеровских поклонников? Программа будет состоять из, в принципе, охвата всего нашего творчества. Так вот, если сказать. Ну, естественно, там будет альбом «Ясно», потому что это наиболее свежая работа группы. А будет, будут сольные вещи, какие-то треки, будет ХЗ. У нас всегда в программе есть блок ХЗ, Хамиль, Змей. Мы начинаем устраивать дурачество на сцене. Каста – одна из самых успешных рэп-групп в России, приобретающих с каждым годом все большую популярность, признание и награды. Так, например, в прошлом году группа «Бандерас» на одной из самых престижных музыкальной премии в России отдала ребятам свою награду. Шум будет в зале, будет шум на улице, я уверен. Будет шум везде, шум будет вокруг. В чем секрет успеха? Все начинается в любви к музыке, в любви к своему делу. И хочется постоянно возвращаться, но только отвлекаться, чтобы поесть, не потерять сознание и опять писать текст. Касты, как и обещали, зажгли толпу. На протяжении всего концерта верные поклонники подпевали своим любимчикам. Те же, в свою очередь, не сдавали темпа, обещая в скором времени вернуться в Кемерово. На сцене шум, а в зале кач и драйв. О многом интересном в программе «Сити Лайв». Вот раньше как было? Чтобы поцеловаться, нужно было убегать за гаражи, а потом в школе нужно было прятаться в самых темных уголках школьных коридоров, затем затаиться на последних рядах в кинотеатрах и повсюду поцелуи в кромешной темноте. Как бы сказал Владимир Вольфович Жириновский, хватит это терпеть. Поэтому в светлом парке для влюбленных между ЗАГСом и цирком телеканал «Мой город» обозначил специальное место для поцелуев. Так что теперь не стесняемся, целуемся на здоровье и радуемся жизни, ребята. Такое большое количество влюбленных пар в нашем городе встретишь не каждый день, а поводом послужило вдоволь нацеловаться. И совсем не свадебный бум состоялся в романтическом парке возле ЗАГСа. Теперь это официальное место для поцелуев. Раз, два, три, целуемся! Ну, наконец-то у нас в городе появилось место, где не только можно, но и нужно целоваться. Это стало девизом этой акции «Места для поцелуев». Тут не будет не страшна никакая ворчливая бабушка нашим влюбленным. И не только влюбленным, потому что поцелуй бывает любовный, дружеский, родительский. Поцелуев и вообще проявление любви – тысяча. И вот все вот это мы предлагаем нашим влюбленным, родителям, друзьям делать именно здесь, на месте для поцелуев. Как известно, поцелуй – это символ любви и взаимопонимания. Таким образом, в день открытия арт-объекта около 50 пар поделились своими добрыми эмоциями друг с другом. Дмитрий и Катерина запомнят действия свадьбы надолго, ведь именно им совершенно случайно выпала честь открыть место для поцелуев. Мы очень любим целоваться, во-первых. Мы как только услышали, что будет открытие места для поцелуев, ну, мы не могли это пропустить на самом деле, да, потому что это интересно, необычно, и не всякое такое. Впервые в городе такое открывается, и не каждому. Да, не везде такое можно найти. Эх, весна да красна! Именно под таким девизом 30 марта прошла очередная вечеринка в ночном клубе Ганеш. И едьте пати! Тут без лишних слов, как всегда, было все супер-супер круто. Все подробности в нашем следующем сюжете. Весна, любовь и, конечно же, всеми любимой йети. Самая кузбасская вечеринка йети-пати не перестает удивлять даже своих постоянных гостей. На этот раз организаторы вовсю постарались создать атмосферу весны, красоты и тепла. Йети-пати! Весна красна! Уже на входе гостей встречали очаровательные девочки, даря всем гостям леденцы. Ну а сам виновник торжества ожидал всех на танцполе. Жаркими были не только танцы йети, но и всех присутствующих гостей. Тем более, что подогревало всех ожидание розыгрыша главного приза от губернатора – путевки в Шерегеш. Все же не зря говорят, новичкам везет. Обладательница счастливого купона, получившая заветный приз, пришла на вечеринку йети-пати впервые. И уже совсем скоро отправится покорять склоны гор Шерегеша вместе со своим молодым человеком. Теперь я буду на каждой йети-пати выходить и всем советую. Победительница Ксения пообещала нам подробный фотоотчет Шерегеша. А мы уже с нетерпением ждем следующей вечеринки йети-пати. Чем же на этот раз удивят организаторы и что приготовит для нас йети, узнаем совсем скоро. Смотрите телеканал «Мой город» и будьте в курсе. Партнер проекта йети-пати – сеть магазинов «Септима». И в завершении 31 марта на горнолыжном курорте Танай совместно с Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области телеканал «Мой город» провел открытый кубок губернатора Кемеровской области по сноукроссу. Для тех, кто не понял, это гонки на снегоходах. Более 20 лучших спортсменов со всей Сибири приехали побороться за кубок и призовой фонд, который составлял более, внимание, 150 тысяч рублей. Но первое место все-таки буквально вырвал из лап соперников участник из города Кемерово. Четырехкратный чемпион России по сноукроссу Дмитрий Важенников. За это ему наши аплодисменты, друзья. Браво, браво, Дима! Ну и, конечно же, не обошлось без всеразличных конкурсов, игр и кучи-кучи призов. В общем, все было очень здорово и ждем вас в следующем году. С вами был Гера Леплер и программа CityLife. Это были самые интересные события. До встречи. Я желаю всем счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова